Город родной, Петер не отбой! Город родной, Петер не отбой! Так, значит, в продолжение очень резонансная была наша встреча с Дмитрием Марковым по поводу энергетик, чаев всяких. И мы решили приурочить к пятилетию проекта Zephyr нашу встречу взаимную и поговорить уже конкретно о чаях. Вот мы сегодня угощаем посетителей магазина чаями, разговариваем, очень хорошая атмосфера. Если 23 февраля мы пили ирландский виски, а сегодня мы пьем чай. То есть надо уделять внимание всему. Дмитрий, здравствуй! Спасибо, что пришел еще раз. Себе спасибо, Амель. Ну, расскажи, как у нас сегодня чай-то угощает? Сегодня у нас два чая. Первый чай – это женьшень. Женьшень, есть два вида женьшеня, ну, таких наиболее популярных. Это когда в чай нарезается женьшень, и, соответственно, ферментация проходит прям с корнями. Эти корни можно отдельно есть, можно чай заваривать. А ферментация, он лежит, хранится или он варится как чай? Нет, нет, прокладывается и он впитывает друг друга. А, грубо говоря, при заварке можно же, наверное, все эти свойства женьшеня. Еще и ты можешь себя, да, там, конечно, так нет, с корнями завариваться. То есть ты можешь, как ты можешь этот корень отобрать и заваривать его отдельно. Или водка на нем наставила. Вот, и пить чай. Еще будет, если водка настоять? Ну, любого настоящее. Так же будет энергетик. Женьшень, жена. Ну, если водка хорош только будет, да? То есть уже надо водку хорош. Конечно, конечно. Ну, и второй вариант, который мы пьем, этот порошок женьшеня, женьшеня в порошок. Это когда улун, он такой, как в пыльце, такой, да, 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 и вымачивается улун в этом порошке и потом запекается в печи. Это тибетский джинсенка, это тибетская церемония огненная, и чай назван в честь этой церемонии. Как называется? Джинсенка. 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 Ну, вот я пил его в кафе, вот этот женьшеневый улун, ну, правда, она борода какая-то. Ну, они разные. Значит, например, вот очень популярный молочный улун хотел принести сегодня, но по погоде не стал все-таки, он такой более к теплой погоде, ну, прям, на мое ощущение. Вот, там же нету оригинальной молочной сыворотки, это все тоже витамины, как китайцы говорят. Вот, даже в очень дорогих, просто качественные витамины. Вот, потому что история этого чая, молочного улуна, то есть, как считают, что это добавляется сывороткой, или еще что-то. В хороший чай добавляется, да, конечно, чтобы придать вкус. Который стоит. Ну, они стоят уже, да, другого. Вот, а вообще, изначально этот чай такой получился. То есть, он вырос такой, с молочным вкусом. Просто так, что да, сам-то, и никто даже не понял, как он так получился. Но всем очень понравился, и стали его уже, вот. А, может, совсем и не молочный вкус, а просто вкус напоминающий молоко. Да, скорее всего. Изначально это так было, да. Но сейчас он очень популярен. Девчонки его любят. Ну, да. Вот, возвращаясь к нашему чаю, вот это первый, это женьшень. Вот, женьшень именно джинсенг. Чем он хороший? Они разные, на самом деле. Тот более такой тонкий, да, этот более энергетический, потому что он сконцентрированный. То есть, там же прям такой насыщенный. И когда мы его заливаем, он сразу же отдает. Вот, поэтому по такой погоде сырой заварил, выпил, шикарно. Ну, вот мы второй чай пьем, который, вот этот, который мне очень нравится. Второй, в продолжение первой серии. Да, первой серии. Первой серии мы пили поэр, который был сварен со свежим мандарином, очищенным от кожуры. Ты рассказывал тогда, да. Да, и свежий. Здесь урюк. Урюк органический, привезенный средневарь. Урюк это не человек. Да, урюк это не человек, это абрикос, который на ветке сушился. Да, в естественных условиях, без добавления каких-то там либо добавок, что часто бывает. Потому что на рынке же видел, приходишь, и курага, какого цвета только нет. И такая, такая, яркая. Вот, это технология добавлять туда. Ну, что-то, не буду брать, не помню, серый какие-то еще что-то. Так он у тебя, очередной глюканат натрия. Ну, да, специальные технологии, в общем-то. Ну вот, а здесь это, я его сам изобрел, на самом деле. Тот, если мне, как я рассказывал, подарили рецепт, да, то этот я сам изобрел. Это тоже вареный чай, да, или нет? Ну, тот-то варить надо, ты рассказывал. Нет, нет, ну, как варить, варить, чтобы сразу всем понятно было. Варить это не значит, что кипит, да, то есть это варишь, то есть специальная технология. Вот, но закипение не того, чтобы... То есть не чифир, да, не то, как урки пьют чифир, да? Это не научно, конечно. Ты пил чифир, кстати? Чифир пил, конечно. А кто тебе показал технологию, расскажи? Ну, не знаю, как-то, видимо, у нас весь Советский Союз был пропитан. Духом уголовной романтики. Это было, да, мы с детства. Причем, самый лучший чифир получался из смеси 36-го чая и индийского треслана. Треслана, я только хотел сказать. Ну, именно... Квадратные эти пачечки? Да, именно со смеси. Пачечка, вот такая квадратная пачка этого... Кто помнит, может, есть такие вот такая квадратная пачка. Там было грамм 120, что ли, в этой чае. Да, такие квадратные. На литр воды, и если, чтобы достичь самой такой аутентичности, это надо бритвочки из бритвочек делать кипятильник. Не кипятильником, это банальным, коммунистическим. А надо вот две бритвочки. Это делалось так, это спички. Я делал. Сделал так? Да. А, это я в армии это сделал. Значит, две спички сматываются ниточкой туда. Два контакта оголенных провода. Обычные провода. И брозетку, и опускаешь в эту штуку. Во-первых, кипеть начинает мгновенно, буквально через секунды. И очень быстрая отдача энергии, я не знаю, почему. И вот это варишь. Вот это называется вареный. Он кипит-кипит, и получается такого чая. И чефир, это сверсткий напиток. Классический чефир, даже, вот правильно, ты говоришь, варит. Вот тут уже, да, его выпаривают. Я почему-то спросил. И, кстати, эта технология есть. В тибетской медицине вода, как кипяченая, делается. Когда очень долго выпариваешь, вот вообще перекипяченная, она вредная, она становится тяжелой. Но когда ее очень долго выпариваешь, по-моему, до 1,3 или 2,3 объема, то есть надо уменьшить до 1,3 объема. Ну вот, она становится тогда какой-то полезной. Там какие-то уже обратные идут реакции. Поэтому... Ну, не знаю, чефир у нас, конечно, так никто не выпаривал. Хотя я помню, мы выпаривали. Реально ценился чефир, чтобы его из большого объема... Да, так и должно быть, да, выкипятить. Выкипятить. Да, да, да. Меня-то его первый раз я угостил, это какой-то дядя Вася, помню, 27 лет он сидел, вот так весь с железными зубами, не золотыми. Такой... И он такой старый урка был, и вот он где-то меня там угостил, помню, лидим чаем по-соседски. Так ладно, про этот, я тебя перебил, извини. Мне все говорили, что перебиваю. Нет, нормально, у нас же идет общение. Наоборот, даже надо договорить, да, что мы же начали, почему смесь 36-го и индийского треслана, потому что 36-й в чистом виде был слабоват, а тут бы очень крепко и невозможно пить было. Вот это идеальное такое. И чтобы завершить этот рецепт именно чефиры, я точно не помню откуда, но точно не с уголовной среды, то есть он настолько был какой-то такой... Ну вот это говорит о том, что мы же говорили о Петербурге, да, прошу, для и дачи, что вот в Петербурге совершенно это нормально было. И блатная тогда тема, кстати, к чефиру, она вообще была такой прямо... Это потом только рок-клуб пошел, там вот это все оснащало, да, тот же там Аркадий Северный, то есть, ну, такое все, в общем. И ребята собирались там, пели, ну, как классические дворовые песни, так же и блатняк, это все общая культура такая была. Ну, если этому, наверное, культуру, ну, не знаю, как это назвать. Ну, элементы культуры, ну, а как они, ну, это целый пласт, целый пласт соотношений человеческих, как ни культурных. Да, вот. Ну, этот чай, возвращаясь в Пуэр, он заварен правильно, правильной водой, правильно приготовленный. В чае самые важные три вещи. Попробуй гадать, какие. Ну, вода. Верно. Я так понимаю, температура, до какой, в какой момент его там надо заварить, заливать, ну, вообще по технологии. Ну, и, наверное, сам чай. Ну, ты правильно сказал, если дословно, то три вещи. На первом месте, естественно, чай, поскольку на втором месте вода, и на третьем месте правильно приготовленная вода. А, вода. Технология. Вода, я тебе скажу, вот эту воду, которую мы пьем, я езжу на родник. В лесу, за Пивоостровом, хороший родник, проверенный годами. Причем, с родниками тоже такая история. Люди до сих пор, Петербург, знают все родники, которые вокруг города и берут оттуда воду. Так вот, я хочу сказать, что за последние годы экология, ну, это, опять же, к нашему городу близкая история, экология настолько упала, потому что мои друзья брали воду и возили ее на экспертизу. Так вот, там, в той воде, которая, вроде бы, считалась родней, там, да, и всегда все пили, была даже палочка кишечная обнаружена. Вот, и, собственно говоря, поэтому тут даже с родниками надо аккуратно. А то я сейчас расскажу родников о воде, и все помчатся на родники. Да, я помню, у нас в Приморском районе, там, где сейчас стоит призма, там же был родник, и туда весь район съезжал, с покупок, брал эту воду. Откуда-то бил, я говорю, да как она может там нормально, там рядом озеро Долгое, со свалкой отходов на оптиках была. Свалка была, да. Откуда там родник может быть? Я очень сомневался. В Ленинграде там свалка была. Да, сейчас там микрорайон, прям на свалке стоит. Ну и там озеро Долгое, туда же сваливали отходы. Там весь район такой неоднозначный. Конечно, так я о чем говорю, если уже в лесу, в курортном районе, это уже Палоч. В курортном районе. А шалит, может быть. А как она туда попала-то вообще? Не пойму, производства нет никаким. Я думаю, знаешь что, я думаю, что помойки, которые выкидывают люди уже где попало, вот, да, наверное. Они раскиданы по всему лесу. Дачники, вот эти дачники, да, потому что стоит, видимо, денег. Опять же, все зависит от людей. А вообще, абсолютно вежно. Например, ну не знаю, отвезу домой, если у меня нет. Я тебе подсказываю, заезжаешь на любую заправку, и к нему туда, к ним. На заправку стоит. Ну да, да. Самый хороший. Они, конечно, ругаются. Я имею в виду домой, да. Если я еду там откуда-то, там с леса или еще где-то. Вот, поэтому тут о чем говорить. Чай, могу сказать, шикарнейший. Вот этот сурюк. Мне он даже больше, чем с мандарином понравился, потому что я все-таки никак не могу привыкнуть пить чай без сахара, то есть не сладкий. Ну, посмотри, тут камеры не видно, видишь, какие они красивые. Они разварились. Слушай, не, не, на камеру, не, давай-ка я сейчас за ложкой схожу, подожди. Вот. Конечно, в нем есть естественная фруктоза. Вот он сладкий. Опять же, не весь, кстати, я много перепробовал. Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Есть несколько видов, которые действительно подходят, которые сладкие, потому что многие дают не очень вкусные. О, видите? Это вот абрикос. Как раз вот он разваренный весь. Прямо настоящий абрикос? Да, его можно съесть, кстати. Ну, потом съем. Да. Вот так вот. Вот такие чаи надо пить, господа. Вот, кстати, виски мы выбили за все 23 февраля пол-литра со всеми вместе покупателями. Я очень хотел. Так смешно мне было. У меня там, да, мои домашние, как я тебе же сказал, я очень хотел приехать без машины. Но я не пил, правда. Именно попить виски. Приехал Паша, там постоянный посетитель наш. Может, мне очень интересно. Да, ну, потому и выбили мало. Если бы я пил, какой цвет красивый, да? Паша приехал, который постоянно там блога посетитель, мой старый знакомый. Вот с ним мы посидели маленько, он выпил. А так все отказывались. Мне очень понравилось то, что было 23 февраля, потому что было очень приятно, что было очень много людей приходило. И самое хорошее, что я знаю почти всех. 70-80% людей мне знакомы. И кто-то отказывался выпивать, кто-то не отказывался. Ну, я точно буду повторять эти дни такие. Потому что на самом деле это получилось прямо живое общение с людьми. Ну, никакой вот раз никакой обратной связи не было. То есть никто не жаловался что-то. Ну, так еще можно, наверное, пожаловаться там на работников, если что, на какие-нибудь коллекции плохие. На меня мне можно пожаловаться. Ну, или Диме, приглашу его, ему пожаловаться на меня. Так что будет повторяться. Это хороший очень был день. Прямо мне очень впечатлило. Я вообще 23 февраля ненавижу праздник. Ну, я не люблю его вообще. То есть он для меня какой-то дурацкий, как 8 марта. Два дурацких праздника. Что тот искусственный, что этот искусственный. Вот. Но этот прям получился очень душевный. Так что вот. А сегодня чай, это мы уже литр выпили. Еще ничего не делали, еще начинать не начали. Если не больше. Да, если не больше, уже. Еще два тормоза, они по два литра. Да, да, да. Но мы еще угощали людей. А, тоже касается, кстати, тормозов. Вот пуэр, его можно заварить в металлическом термосе. То есть он нормально. Долго может стоять. Можно вообще заваривать с вечера. Или, например, утром пить его. Но это, конечно, тормоза такие. Мне кажется, все равно пуэр как раз для термосов. Потому что вот я в том чайничке с ученицкой глины-то, и он там не раскрывается. Все правильно. Потому что прессованный пуэр, его лучше долго заваривать. Или варить, или настаивать. Ну, вот в том, в Сучуянском, вот зеленый там хорошо получается, а пуэр там не получается. Да, да. Ну, такой же рассыпной бывает. А, у меня нету, да? Да, да, да. Но его трудно найти. Он обычно его не покупают, потому что он дороже стоит. Его труднее производить. Это же что? Это старинная технология. Листья складывают. Опять же, прессованный пуэр. Он должен быть с крупного листа и сложен лист в лист. Да, и запрессован. То есть, в принципе, его можно... С настоящим. Его правильно, да, раскрывают ножом-то. Да, специально. Ну, любой. Можно пуэрный, можно любой нож. Ну, такой, как клиновидный, да? И так вот раз, прямо в волокон он рассваивается. Вот, часто пуэры, такие каменные, их ничем не расколоть. Это отходы чай на крошку, там. То есть, может, и хороший чай, но не ликвидный. Ну, ясно. Второй сорт, по-нашему, по-нашему. Номер 36, или 37-й даже. Поэтому, кстати, мы прошлый раз про кофе в Петербурге говорили. А чай тоже всегда. Единственное, что у нас была такая история, если ты помнишь, чайник заварили и расплавляли, да, водой. И он мог ставить там два дня, три дня. Так вот, чай становится очень вредный. Особенно зеленый, я слышал. Да, да. Черный еще как-то вроде нет, а зеленый вообще, да. Вообще вредный. Вот, потому что он получает, у него и так холодная природа. Он вообще летний чай, зеленый чайный для этого пить, потому что он охлаждает организм. Вот. Но чай можно пить, это такое правило, пока горячий. То есть, вот в термисе он пока горячий, он живой. Естественно, больше суток. Как остыл, все. И вот я знаю, что какие-то хинины зеленый выделяет или что-то. Зеленый? Чуть ли не отравленный. Да, раньше считалось, что он становится антибактерицидным, полезным, так и есть, но не вовнутрь. Лицо, раны, там, это все здорово. На глаза то, что... А, точно. Это шикарно, вовнутренний в коем случае, потому что меняется его формула. Он убивает и внутри, наверное, все хорошие бактерии тоже. Бактерии же бывают хорошие. Как плохие. Слушай, ну здорово. Сегодня у нас экспром, никакой подготовки нет, потому что хотели просто чай попить. А решили, думать, еще раз требуют, люди требуют. Ну, нормально. А что тут готовиться? Мы же не рассказываем какие-то вещи, заученные, как политики, по каким-то формулам. Слушай, Дим, а вот я тебе вопрос задам, отдаленно от чая. Вот сейчас, у меня только что возник. Ты же как бы тоже, ну, не скажешь, что там сильный бизнесмен, но пытаешься без заниматься. А ведь, наверное, интересно же, кроме того, что людям многим послушать чая, может это интересно людям прослушать про какие-то основные ошибки, которые люди, предприниматели, особенно начинающие делают. Слушай, как ты думаешь? Я думаю, записать можешь такое, что-то типа мини-лекции такое сделать. Потому что, слушай, я накололся, набил шишек столько в своей жизни, ну а что молодым не передать? Любая информация, конечно. Стоит денег, я знаю. Денег, это денег, это же другой вопрос. Опять же, не обязательно. Все же замеряются не деньгами, а энергией. Я с этим понимаю. Деньги, это просто коэффициент энергии. А вообще, конечно, это здорово. Надо обязательно учить. Ну как, например, в восточной культуре что такое учитель? Для чего нужен учитель? Учитель прошел путь длиной в жизнь и набил себе кучу шишек. Вот о чем ты, кстати, говоришь. И ученик, он может пройти этот путь сам и набить столько же шишек. Ну зачем, когда есть человек, который уже набил, он тебе просто покажет. он свой путь, его путь ты пройдешь очень быстро. Это, ну, зачем тратить всю жизнь, когда... По-нашему, это опыт называется. Опыт, конечно. Это было по-любому. Big experience. Да. По-любому, да, называется опыт. Ну да, а слушай, ты знаешь, как слово сказать, вот эта штука, которая ставится на такую треногу, здесь такая, типа ватман или какая-нибудь доска, и на ней что-то пишется ватман и отрывается. Как она вообще называется? Я пытался, не могу название ей придумать, как она. Ей доска для написания. Это только классные доски сразу выбивают. Не знаешь, да? То есть, может... Нет, тренога, то, что о чем ты говоришь, это... Вылить, вы простое картины на Мольберте. Называется. так это Мольберте? но Мольберте, ты туда поставил картина, полстом, но это то же самое, просто это другая конструкция с Мольбертом. То есть, Мольбертом надо, значит, искать в интернете, где я. Хочу купить, но это можно купить, да, хороший Мольбер, там же не обязательно холст, можно там ноты поставить, можно ватман, да? Да, ватман, ну, чтобы там раски... на зеркале рисовать. даже так, да? Можно, да, не обязательно. Ну, ясно. Ну, ладно, это я так оторвались от темы. Ну, что еще? Прочите, что интересно, расскажи что-нибудь. Вот я сейчас покупателям рассказывал шикарную штуку по поводу, вот, разговаривал там по поводу этого специального чая, который я тут же забыл название. Ну, Алексей-то говорил, что какой-то понравился ему чай, какой-то желтый. А, Сихула-дзин? Сихула-дзин. Зеленый чай, который колодец дракона жарится. Жареный чай. Расскажи, как это китайцы должен... Да, причем этот чай, он пока живут мастера, вот эти, пока он и есть. Как только уйдет последний мастер, если не сможет видать, этого чая не будет, потому что завод, это старинный сарай, как он и был там, а Сихула-дзин, колодец дракона, там, в этом месте есть родник, и внутри лежит родника камень в виде дракона. Вот. И, собственно, из этого родника вода считается необычной, потому что все родники в Китае прописаны чайные, потому что вода, как я уже сказал, это важную штуку. Две вещи. Чай и вода, собственно, в этой алхимии. Ну, огонь еще, естественно, это уже мастерство чайного мастера. Есть же в Китае огонь войны, мира. То есть, надо знать, на каком... Ты имеешь в виду... То есть, здесь он самый горячий в этом смысле, да? Ну, если нет, огонь мира, это огонь ровный, огонь войны, это когда мы врубили горелку, и она... То есть, мы можем скипятить воду быстро, но она... А может, она будет... Ты в этом смысле. Агрессивная будет, То есть, даже на каком уровне они считают, что это так? Ну, конечно, все же из воды состоит. Нет, я имею в виду, что огонь держу, то есть, резкое кипячение. Это у них во всем, да, это и приготовление пищи, это везде все. Но у них приготовление кипячения как раз другая. Они же... У них в чем суть азиатской этой кухни? Они берут свежие продукты но ничего не теряют. Ну, это да, это есть и такое. То есть, тут, ну, это целая наука же. Это аэровердическая кухня, так называемая. Китай, она тоже самое, только, может, называется по-другому. И опять же, Китай, ну, настолько огромный, что основная масса, конечно, это просто масса, да, то есть, людей, которые владеют информацией, то есть, их единицы. Про это, в колоде, здорово, про это, например, мастера, да, это такой медный чан, такой, чан, да, как казан для пола, такой, в общем, медный, медный, да, медный, да, внизу огонь горит, он бросает туда зеленый чай, вот, и рукой начинает по-раскаленному водить, то есть, его задача, когда чай готов, это он чувствует уже, таком, на уровне энергетики, мастер, да, его задача резко выбросить этот чай, то есть, он прямо в корзину резко выбрасывает, и фишка в том, что, если он не додержит, естественно, он не дожарится, будет не такой ароматный, если передержит, сразу же убьет чай, и то есть, поэтому, то есть, мастер умрет последний, то до свидания, чай такого, получится, что такого больше не будет, поэтому, вот этот, именно, сихоуцзит, бывают очень дорогие, то есть, стоит, там, 50 тысяч долларов, вот, с пуэром проще, потому что пуэр, простой чай, там весь секрет, ферментация, что ферментация на земле происходит, перемешивают постоянно, и там образуется некая такая, скажем, грибная культура, вот, что-то, чай грибной, там, да, это части правильно, вот, но, опять же, как я уже говорил, чай, пуэр, это единственный чай, который с годами становится дороже, но при правильном хранении, если мы его просто положим, где-то в комнате, на подоконник, ну, конечно, он умрет, и очень быстро умрет, и будет сено. Скажи тогда, вот, как бы, заключить, завершая, такую короткую нашу передачу, вот, прошлую передачу, ты же смотрел, прошлую запись, как тебе, самому, такой, мне понравилось, единственное, что, конечно, тяжело в таком маленьком формате, поэтому, получается, немножко спешишь, хочешь все, все, все рассказать, избиваются самыми, чувствуешь, да, ну, поэтому, как-то так, в общем-то, вот так, ну, идея очень хорошая, надо, конечно, общаться, потому, что, многие вещи уже настолько замылились, что мы их не видим, то есть, они вокруг нас, я-то как, мне говорили, что больше 10 минут в интернете ничего не смотрят, я сказал, за 10 минут вообще ничего невозможно, просто сказать, давай 20 хотя бы, а мы с тобой 27 почти, ну, говорите, правильно говоришь, не смотрят, да, поэтому их, может быть, правильно разбивать, какими-то, ну, может, да, так, ну, вот, сейчас опять, вот, как-то, абсолютно верно, да, сейчас такая скорость жизни, что-то, ой, слушай, это, мне кажется, больше, эта скорость жизни, больше миф какой-то, и люди сами себе придумают, читать не хотят? Ну, это внутри, это у каждого человека, вот это перебежание, оно передается, это вот город, когда ты приезжаешь на природу, то есть, у тебя сразу начинает все успокаиваться внутри, а это даже, это не обязательно человек, он попадает в общую вот эту массу города, поэтому, вот, когда мы с тобой говорили про Ленинград, раньше город другой был, потому что не было такой скорости, все было более расслаблено, это можно было средоторговаться, оттуда корни идут, вот эти все замедленности, то есть, людей есть, именно с корнями, из какой-то корпитали все в ту ленинградскую, ритм жизни ленинградский, он не может в Петербурге, потому что в Петербурге, очень ускорится всего интересного, сильного, да, почему культурно стали, посмотри, сколько музеев, да, вообще куча всего собрано, вот, в одном маленьком городе, я когда-то ездил, как я говорил, по Европе на машине, и, ну, ты тоже, наверное, путешествуешь, замечаешь, что где-то в крупных городах европейских есть фрагменты, ну, в Австрии, там, такой маленький город, наоборот, Петр собрал все со всей Европы, да, и сделал большее, есть такое же подобие, там, Исаакиевского собора, где-то еще, ну, все меньше, у нас все больше, то есть такое, да, поэтому, конечно же так, но лучше ускориться, да, как шнурпает, ну, это все разве жизнь диктует, на самом деле, это, считается, что спешащие, ну, есть такая же поковасть, спешащие люди, это лишь проходящие гости, кто хочет быстро, тот никогда не успеет, поэтому тут спешка, спокойствие, еще один элемент, слушай, пустоты, хотел твое мнение спросить, вот почему, сейчас, прям, повальная такая штука пошла, люди не хотят хвалить, но все хотят ругать, ну, это всегда было, это комплексы, комплексы, конечно, когда у человека, ну, почему всегда, мне кажется, раньше спокойно, то есть, если что-то человек делает хорошее, почему за это не похвалить, же, самому приятно похвалить, который человек делает, как-то вещь, ну, не знаю, я с удовольствием, всегда может быть, было немножко, да, по-другому, все-таки культура, как вот мастера было, или еще что-то, что у человека, ну, не знаю, может, какое-то действительно уважение было, потому что, опять же, ну, как мы можем, например, ругать, какую-то картина, да, или, не знаю, вот, Эрмитаж, сами-то мы этого в любом случае никогда не сделаем, поэтому тут даже нет, наверное, вопросов конкуренции, комплексы, не может быть. Да, да, может быть, мне совсем не нравятся рубинцевские женщины, да, вот этот тип совсем не мой, но, что я буду говорить, что это плохие картины, что у меня даже бред какой-то, да? Ну, бред, конечно, тем более, ну, что-то так плохо, хорошо, это же понять. то есть я считаю, что там картины этого, черный квадрат Малевича, это просто, это какой-то просто миф, ерунда, и ничего. искусство это отдельно, вот смотри, я ругать не буду, вот смотри, вот, ты возвращаешься в магазин, например, одежды, вот, что значит ругать, вот, если я купил джинсы, и они у меня порвались, конечно, я могу поругать, да, и сказать, что джинсы плохо сшили, соответственно, предъявить, ну, не то, это как бы ругать можно, это ощутимое, то есть то, что можно ощутить, это рука, да, факт, какие-то вещи, кто там, как одет, или еще что-то, вот, например, ну, взять передовые, западные, да, там, технологии, мотивация в стиле экшн, такая известная штука, когда персонал, ну, в любом деле, самое главное мотивация, согласись, деньги не мотивация, это самое такое, например, твой магазин, ты можешь платить продавцу 30 тысяч рублей, ну, примерно, просто у тебя бюджетник, ты бы с удовольствием платил бы больше, но есть у нас зеленая экономика, вот, и, соответственно, уже не мотивация, потому что кто-то откроет рядом магазин, и скажет продавцу 50 тысяч рублей, со временем, деньги вообще, только деньги, это только дополнительная мотивация, она не может быть никогда, конечно, конечно, и вот эта вот мотивация в стиле экшн, которая на западе, Кобел, есть такой германский человек, то есть он сделал центр, тренингный центр в Германии, в старинном здании, то есть у него была куча проблем, потому что это здание нельзя просто ничего делать, там еще что-то, доступность трудная, ну, он делал, 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 и у него подход такой, вот он рассказывает, что я, говорит, что потратил два года, потому что толковых людей всего 3% в мире, которые готовы, ну, подходят, да, ну, да, поскольку их миллионы, то мне, ну, можно найти, мне, как понравилось, два года, вот у меня уборщица, посмотрите, уборщица вот с такой красной прической, ярких волос, такой, знаешь, типа панк-рок, в клетчатых штана, ну, не панкершая, а такая модная, ну, такая прям, ну, панк это и есть панк, это у нас панк грязный, а у них там панк, это модный, да, модный, модный, модный панк, да, и он говорит, что, хотя это у него хай-класса тренинг, да, куда со всего мира люди записываются, годами в очереди ждут, вот, но это уборщица, она чистая, все приятно, и что она? Она единственная в мире такая уборщица, потому что нигде больше не таких уборщиц нет, чтобы они получали кайф от того, что делать, либо у них был рост, то есть карьеристы, это лучшие работники, ну, да, наверное, тут сложно, мне сложно говорить, я же ни одной зарплаты в жизни получил, то есть я всю жизнь работаю только на себя, и вообще, и не очень, вот, поэтому я часто не могу понять работников, которые работают, ну, то есть не то, что я просто не могу на их весов стать, и очень важно, потому что, ну, все сессультаты на них, по сути, деньги человеку не нужны, но зачем человеку деньги? бумага, может быть, я не трудяга, но деньги это бумага, поскольку с особенно этим завезут, они, конечно, нужны, поэтому, конечно, должны быть деньги, но они должны быть адекватными, если человек понимает, foundation, например, в магазине, получать много денег, значит, надо думать, чтобы магазин развивал, конечно, еще, и еще... сейчас все бизнес стратеги, Деньги не являются этим мотиватором никаким. Но он только дополнительный мотиватор. Дополнительные премии вообще больше не мотивирует никого. Это все бизнес-стратегия. То есть если ты просто мотивируешь, то ты через какое-то время получишь обратный эффект. Но если вообще общие социальные опросы, то есть даже не привязываться к каким-то таким тонким вещам, то есть вкусным там еще, то вообще если общие опросы, то на первом месте стоит стабильность для человека. На втором месте это западного человека. На втором месте брендовость, в каком он проекте работает, и только на третьем месте стоит зарплата. То есть все-таки стабильность везде, наверное. Сказал про стабильность, я подумал же, выборы скорые, как сейчас эту тему отыгрывают, как грамотно путинские советчики, маркетологи отыгрывают сейчас эту тему стабильности. Конечно, секретов не уходи, все равно надо. Как они прям в этот долг, типа ходи стабильность, вот вам весь стабильность. Нам кажется, что мы разные, опять же, к чаю, к буддийским традициям возвращаюсь. Там же все говорится очень просто, что все люди похожи, все люди хотят избегать страданий и быть счастливыми. Кто хочет быть больным и без денег? Конечно, никто не хочет быть. Для этого надо трудиться. Например, тот же тибетское образование, то, что они учатся в монастырях, у них образование 25 лет. То есть это вот такое, как у нас высшее образование. А я вот буквально на днях услышал статистику, 25 или что, 28 процентов Оксфорда не могут найти работу. В общем, не буду за цифру, не за, но сутью очень большой процент, агроментный. А где вы работаете, что уже? Да, MBA, менеджер с MBA-ским образованием, какой-то пруд пруди можно уже. Мы штамповали столько, а тем более это же все эти мульные пузыри, ну все, они уже никому не нужны. В Америке основная передача, ну не знаю, насколько это правда, ну, наверное, правда, то есть и менеджеры в Америке, про которых ты говоришь, там, хай-классы, они готовы там шоферами работать еще где-то, то есть на любую работу. То есть это у них, конечно, не отнять, они молодцы, что они. В Америке, кстати, политическое, наверное, да, это такая очень, какая-то такая. Но то, что касается бизнеса, ну, нормально бизнес строится. Ну, это вот Тенек хорошо говорит про это, он говорит, что Америка, конечно, страна создана для бизнеса, она вся заточена под бизнес. А она, все законы, у нее все, чтобы именно бизнесу было хорошо. У них нету комплексов. Ну, тут, в Корее технологии опередили, с кризисом начали открывать рабочие места в Америке, пришли к тому, что они уже вообще отстали, у них, ну, ничего же они не делали в последнее время. Отозревал, продолжай. Ну, мы, кстати, можем с Дмитрием разговаривать часами, это было не раз, и не раз, и не два, поэтому... Я это расскажу, да, пример тех же американцев. И они сейчас заимствуют технологии у корейцев в Южной Корее, и вообще этого не стыдясь, я больше чем уверен, через какое-то время они чуть-чуть доработают, и уже выдадут, как свои технологии. Сто процентов. А, да, или могут этих корейских ученых, ты дым к себе, как обычно. Я был к Южной Корее, а в аэропортах-то что сделали? Палец прикладываешь, все, не надо паспортов, ты палец прикладываешь, пошел, представляешь, что делать? У них нету таможни, ну, таможню у них там не нужно, что там будет. А еще хотят по походке. У каждого человека индивидуальная походка. Да. То есть нету людей с одинаковой походкой. Ну, это вообще уже. Даже палец не надо прикладывать. То есть ты идешь такой от бедра, да? А если, допустим, хромать, в этот момент начал только... Видимо, компьютер какой-то общий сканирует динамику твоего движения. Ай, слушай, у нас скоро мы сидим, а вот, видишь, о нас пишут. Ну, где-нибудь трансляция идет на интернет какая-нибудь. Ну, сейчас это, конечно, сейчас это же все элементарно. Ты же даже сидишь в интернете, да, и свое местоположение высвечивается. Ну, да, так и сейчас нажми где, а я здесь. Вот все, ушел в Фейсбук уже, все. Я здесь. Так можно вытащить батарейку, да? Батарейку вытащить, это единственное. Так что все меняется, мир вообще совершенно другой. Кстати, да, вот в завершение вспомнил, сейчас ты про чай-то все. Тогда кофе было, а сейчас чай. И как-то в ДФ пришел Гребенщиков. Я знаю, что Гребенщиков очень любит японский чай, именно. И в ДФ на тот момент как раз была куча чая, японские были, да. Я ему чай японский, и он такой довольный, все. Сидит, я ему книгу гостилую, помнишь? Да, в книге пишет, эта запись осталась. В книге пишет, чай – это путь к совершенствам. А потом смотрит и кофе-то вот столько, там 40 позиций. Это просто приписать кофе тоже. А где книга-то эта? У меня. А у тебя, да? Да, надо бы это как-нибудь принести. Может, мы ее как-нибудь куда-нибудь сушили, давай, эту, в какую-нибудь рамку и повесим куку. Это же уже прям экспонат музея. Ну, конечно. Ну, она же заполнена только, она бы здоровая, на две трети. Я помню. Я-то ее смотрел всю. Я-то ее планирую дальше, в следующий проект. Что касается бизнеса, да. Конечно, сохранить. Очень хочется, нет, сохранить все. Но очень хочется, конечно, сделать хорошее место. Да это очень жалко, это факт. Ну, здесь, опять же, видишь, имея уже опыт, очень важна экономика. То есть, и вписываются в аренды такие вот запредельные. Кстати, проезжай, не знаю, ну, это такое посмотрим, потому что вырежем. Но суть в чем? Сейчас ехал, на промежутке от Каменноостровского до поворота сюда, это, три огромных магазина сдаются в аренду. Бывшая джинсовая симфония, еще какой-то магазин на углу, который сто лет стоял. То есть, экономики нету. Нету экономики. То, что я говорю, в Питере очень проблема с большей экономикой. Ты понимаешь, еще какая штука, вот, кстати, возвращаясь к этому. Сейчас такая тенденция пошла в молодежи. Молодежи из обеспеченных семей, что, если ты помнишь, да, вот тогда в дюнах на пляже, такая тенденция, что они почему-то считают, что зачем покупать вещь фирменную, когда можно купить во Вьетнаме, тогда вещь точно такой же, но которая стоит... Это очень узкая часть молодежи. Она никуда не делась, она была и раньше всегда. Хотя я, например, вот как я тебе говорил, что чай формирует вкус и качество, я, например, буду покупать все равно хорошие вещи, потому что я не хочу геморроя, потому что очень портится настроение, когда у тебя рвется что-то. Ну, это не только настроение, это обламывается. Но потом, слушай, ну, почему ты должен пить хороший чай, но при этом носить какие-то отвратительные убогие джинсы? Да, когда ты ходишь в хорошей одежде, ты получаешь... Ну, это же такое же удовольствие. Это же как еда, одежда это как еда, только питаются тонкие тела. Ну, ты же помнишь, одно из первых моих интервью, которые я делал, я как раз сказал, что если убрать платоническое, ну, душевную, духовную составляющую, ну, это там музыка, искусство, это отдельная история. А еще чисто телесные, это еда, секс и одежда. Все, нет ничего другого. Три вещи. Еда, секс, одежда. Еда вкусная. Есть вкусно, хочется? Хочется. Одеваться вкусно хочется. Ну, а секс очень хочется всем. Чем когда вопрос вот секонд-хенды часто, особенно раньше было, то есть люди... Ну, это не только у нас, это с Америки. Я знаю, знаю. С Америки, думаешь, или с Европы? Да, я тебе расскажу, у меня друг Грег, он японец, родился в Чикаго, но родители японцы, он здесь был... Банк такой европейский, штаб-квартира в Лондоне, помощь малому бизнесу. Да, ты что-то рассказывал. Да, его разворовали за год. Но суть в том, что Грег, я попросил... У нас, да? У нас? Вот Грег... Помогли малому бизнесу, как надо. Японец американский из Чикаго. Управляющий банком был англичанин, кстати, очень приятный. А он участвовал в России с этим, интересно? Нет, конечно, нет. Очень приятный человек. Пригласил, когда был какой-то там у них праздник. И меня они пригласили. Тогда только Калифорния Грилли открылся. Американцы еще его открыли. Помнишь, был? Где кинозерный приз из Настро-Невском около гостиницы «Москва». Вот. И там... Ну, такой тружеский. Ну и что, это Грег с секонд-хендом с этим? В частности, я расскажу. Да, вот это англичанин, управляющий, управляющий банком международного, который по всему миру. Он ходил в пальто, джинсах и ботинках таких английских. Был женат на китаянке. Один ребенок у них общий был. Одного он взял. Совершенно приятнейший человек. Без всяких понтов, пальцев, как у нас там. Ну, не буду отправить рассказать в этой передаче. Мы все знаем и так. Нам интересно вам вам рассказать. И, собственно говоря, Грег, я попросил купить джинсы в Америке. Ну, Левис тогда. Левис был 501-й тысяча девеносных багажа. Ну, вот именно американский я хотел. Левис. Вот, да, вам 50 долларов. 50 долларов стоил самый дорогой Левис. Я надал с запасом в фирменном магазине. Потому что так, доллар... 30 долларов стоил в Левис. Точно такой же, но не в фирменном магазине. Вот. И он говорит, зачем тебе, Дима? Я тебе куплю за доллар. Точно такие же за доллар в секонд-хенде. Посмотри, я, говорит... У него костюм, банковский костюм, конечно. С иголочки. И ботинки они никогда не покупают. Ну, понятно, обувь там. Вот. А так он считает, что вообще в Америке никто не покупает. Нормальные люди, говорит, в Америке никто не покупает вещи. За 30 долларов даже джинсы не покупали. Ну, мне кажется, это все неправда. Не верю в эту историю. Он андеграундный человек. Потому что он начинал свой путь в Чикаго. Есть такой проект «Наичнелл» с нами. Ой, не «Наичнелл» с «Министри». Вот. И он жил в том районе, где Ален Джоргенсон, диджей, еще был в Кубе. И он ходил туда. Он вырос в таком прямо в правильном американском формате. Такой рок-протест. Типа Дэд Кеннеди, Джо Биафро. Так это вот так оттуда и вытекает вот это его отношение. Потому что у них же протест. Мы протестуем против вот этого мира потребления. Которое сейчас вообще в культу взойдет. Это элемент протеста. И это очень узкая часть. Опять же, я тебе, как говорил, что избирательно. Обувь всегда новая. Костюм на работу. Это элемент протеста. Вот прям еще один признак того, что это только протест. Тем более, видишь, он покупал не заношенные джинсы. А в Америке можно в секонд-хенде купить за доллар джинсы, которые висели на полке. Ну, как они правильно называются? Ну, в больших магазинах они висят. Которые не продались и их... Да, да, да. То есть то, что касается ношенных вещей, то их, о чем мы говорим о качестве, то их, например, покупать вообще нельзя. Потому что впитывает энергетику человека вещью. То есть она уже будет фонить всегда. Вот мне тоже так кажется, вот я просто говорю, что мне кажется, что это вот дай вторую жизнь вещам. Какая вторая жизнь? То есть непонятно, кто его носил. И с точки зрения... Да никакие обработки этими средствами, хлорками ничего не помогут. Нет, конечно, это энергетически. Потому что если уж, извините меня, огонь энергетический, как ты рассказываешь, то уж вещь, которую человек таскал... В чем он занимался? Может, человек вообще непотребным занимался в этих вещах. Может, он педофил был. А ты будешь эти джинсы носить, нормально? Конечно. А если даже вещь лежит в доме у кого-то, если даже неправильно в магазине... Почему, например, китайские вещи, которые делаются так... Ну, на масс-маркет или как я правильно скажу. Ну, такое вообще. Массовое потребление. Типа тюкать только. То есть они уже заряжены такой энергетикой. Ну, только отнеслись производители. Ты смотрел фильмы Вим Вендерса? Ну, я же не смотрю. Ты же знал. Это шикарный фильм. В 80-х годах. Вим Вендерс попросила Академию Парижской моды сделать фильм про моду. А Вим Вендерс говорит, что я хожу в свитере всю жизнь, в джинсах. Я же, ну, кино. То есть какая мода. Ну, поскольку... Ну, он сам рассказывает в этом фильме. Ну, поскольку я, говорит, человек, который не привык так просто, я должен все равно сначала попробовать хотел. Я пошел и в магазин купил первую вещь, которая мне попалась вообще. Ну, не разбираюсь вообще. Ничего не знаю про моду. Вот. И попался и одел этот пиджак. И говорит, ну, чувственность, да, человек такой. Вот. И говорит, что я изменился. То есть вещь меня изменила. И мне стало интересно. Я посмотрел на берку, и там было написано Ямамото. Ну, вот. Я, говорит, купил билет. Ну, это в фильме все прям показы. И полетел в Токио, нашел Ямамото. Вот. А Ямамото, оказывается, всегда хотел в кино сняться. И вот у них вот эта беседа. И вот это беседа. И вот отношение к вещам, как вот я рассказываю. Да, вот Ямамото. Ямамото рассказывает, что сначала он делал только на Японию. Вот. И вещи у него, конечно, там ткани. Чтобы шить, например, пиджак у него ткани 5-7 лет лежит. Где-то вылеживается, чтобы она состарилась. То есть как-то жила. То есть он не сразу, не снова ткани делать. Вот. Потом, говорит, когда его попросили делать для Франции, у него изначально не получалось. То есть он в Японии уже 10 лет был популярен. Ну, не признан, да? То есть его ценили. А во Франции вообще никак. Тогда он стал приходить в кафе, садиться и становиться, входить как бы в человек в его состояние, да? Ловить состояние людей. И он понял, что... Париж, да? Да. Он понял, что во Франции такие женщины, потом, когда стал делать для Италии, в Италии другие. Там в России вообще третий. И он в каждого человека стал понимать его состояние. И тогда стало все здорово и все пошло. Но мне кажется, сейчас уже, конечно, тех нету его... и сейчас эксперты в последний раз В общем, я так понимаю, он тут полностью согласен, то есть... Особенно, когда ходят, юноши заправленные в носки и с штандарми, спортидами. Я понимаю, вот тогда он был независимый человек, и мог делать то, что ему нравится, Сейчас, наверняка, этот бренд принадлежит какой-то огромной корпорации. Скорее всего, да. Потому что, ну, навряд ли бы он с вами стал делать такие вещи, которые ты говоришь, потому что они, как правило, не очень интересные и вкусные, с огромными этими ютубами. Потому что у него есть же шикарные вещи, например, как синий доктор Мартинс такой. Доктор Мартинс синий. Классический доктор Мартинс. Доктор Мартинс. Для Мартинс. Да, да. Шерстяные доктор Мартинс и коллаборации такие. Слушай, доктор Мартинс – это настолько культовый бренд. Мне он очень не нравится, но я просто удивляюсь, насколько он на самом деле культовый. Ну, изначально у него хорошая природа, потому что сам Мартинс, доктор, он же из Баварской, из Баварской. Ну да, я знаю эту историю. И он доктор. И он этот ботинок сделал для себя лично. Он очень много ходил пешком. Он был врачом, как земский врач, который ходит пешком. У него болели ноги, естественно. И он сделал этот ботинок ортопедическим именно для себя, чтобы у него не уставали ноги. И вот эта технология кожи, которая ничего не берет, это он тоже разработал, чтобы грязь не прилипала. Потому что он же доктор, должен выглядеть идеально чистым. Ну, я думаю, что он, может быть, все это делает уйти, но потом это все воплотил в легенду уже. Ну, это звучит как легенда, вот то, что ты сейчас рассказываешь. Ну, это прописано. Ну, конечно, это маркетологи все. Ну, сам факт, что удивительно. Ну, у нас магазин Tuk или Fabulous of Storm, как он называется. У нас-то он не будет. У нас будет тысячемильная коллекция от Wolverine со следующего сезона. Очень хорошая. А Мартинсов не будет. Ну, довольно молодой бренд, возвращайся. Поэтому, я думаю, что правда. Поскольку, если посмотреть в Англии, то их же никто не рекламирует ничего. Их носили первые панки там. Панки взялись, а оттуда идет все корни оттуда. И тут же посмотри там. Слушай, ну и спал. Ну, не знаю, не сможешь в интернете фотографии эти старые. Полицейские вяжут панк в скинхеды. Да, да. Полицейские в Мартинси и эти в Мартинси. А оттуда, ведь очень много модных течений выросло из субкультур. Там вот из того же скейтбординга, который мне близок. Да, из панков. Из субкультурных всяких течений и направлений выросло прям целое направление моды. Там те же узкачи. У кого? У панков же, наверное. Панков же? Первый кто? Или кто первый начал узкачи-то носить джинсы-то? Потом пошел туда. Нет, это стиляги. Это американские. Рик-н-ролл. Эвос пресли, шузы там. Так у них клеш же был. Нет. Клеш это же дальше. Это 70-е. Серьезно? У ЛС-прессов были дудочки? Это дудочки. И шузы. У меня почему-то картинка ЛС-прессов в этих. Мои синие. Помнишь? Знаменитые мои синие шузы. Это как раз вот такие шузы острые. Ну ладно, все. Наверное закончим. Пока запись. У нас сегодня посетители. Надо чаем поить. Всего хорошего. Будем продолжать беседы. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok